Словесники Ее капитан Гера Староверов, игроки Ира Бардина, Мила Нарбутовская, Миша Рудаков, Миша Ратманский. Прошу их любить и жаловать. И команда 36-й школы, она назвала себя Неждановцы, ее капитан Лена Островская, игроки Мила Федорова, Света Ксенофонтова, Саша Зиновьева, Маша Некрасова, Саша Стояновский. Вот я вам представил наших игроков. Наши магистры Владимир Ильич Амлинский, Дмитрий Михайлович Урнов, Виктор Ноевич Ярко, Владимир Васильевич Основин, Виктор Николай Чеваренов, Николай Петрович Машовец. Итак, нашу передачу мы посвятили юмору. В глубине души мы все прекрасно чувствуем, что такое юмор, но если спросить научное определение, то начиная с Аристотеля, каждый ученый начинает определять по-своему. Для нашей передачи мы выбрали следующее определение. Юмор — это жизнь наизнанку, мир наоборот. У нас в программе Аристофан, Шекспир и Зодщенко. Но мы начнем с Зодщенко. Почему Зодщенко? Во-первых, мир наоборот, а значит, конкурсы мы можем переставить местами. А во-вторых, чем ближе нам во времени юмористические образы, тем, будем надеяться, они нам понятнее, доступнее. Не так ли? У нас несколько лет мы пишем смешные, забавные сочинения и своим смехом веселим многих граждан, желающих видеть в наших строчках именно то, что они желают видеть. Они что-нибудь серьезное, поучительное или досаждающие к жизни. Французский писатель Вольтер в свое время своим смехом погасил костры, на которых сжигали людей. Мы же, в силу скромного таланта, хотели бы зажечь небольшой, вроде лучиный фонарь, при свете которого людям стало бы виднее, что для них хорошо, что плохо, а что последствия. И если это так и будет, то в общем спектакле жизни мы сочтем нашу скромную роль лаборантов и осветителей, исполним. Актер театра имени Вахтангова Александр Флебенко. Позвольте вам представить магистра нашего первого конкурса, Владимира Ильича Аблинского. Шел я как-то раз по Васильевскому острову. Гляжу, домик стоит, такой, крыша до два этажа, до трубенка сверху торчит. Вот вам и весь домик, маленький вообще домишко. До второго этажа, если на плечи управдом устать, можно и рукой дотянуться. Я бы на этот домик и внимания не обратил, так какая-то каналья со второго этажа на меня дрянью плеснула. Ну, я решил выразиться покрепче, поднял кверху глаза, смотрю, нет никого, спрятались под лицей. А потом вижу, у второго этажа досочка прибита. Маленькая такая досочка, на ней надпись. Уровень воды 23 сентября 1924 года. О, я думаю, где водится-то в наводнении была. И где ж, думаю, несчастные жильцы спасались, раз вода в самом верхнем этаже ощущалась. Иначе, думаю, на крыше спасались. И стали мне разные видения казаться, как вода. Первый этаж покрыла, и на второй прется. А жильцы в испуге вещицы свои побросали, и на крышу не надо спасаться. К трубе себя канатами привязывают. Чтобы вихрь в пучину не скинул. Ой, и до того я стал переживать за жильцов в ихней прошлой беде, что про свою обиду и забыл. И только вдруг слышу, дзынь, открывается окошко, и какая-то старушенция со второго этажа подает свой вредный голос. Чего тебе, батюшка? Чего тебе? Из соцстраха ты? Или, может, это хент? Нету, говорю, мамаша, ни то, ни это. А вот смотрю на уровень, ужасаюсь, вода-то больно высоко была. Небось тебя, мамаша, к трубе канатами привязывали. А старуха посмотрела на меня дико, и окошко поскорей, дзынь, и закрыла. Из подворот не выходит мужчина, плотный такой мужчина, в жилетке. Вам что, гражданин, что вам надо? И что вы все пристали? Уже на дом не посмотри. Вот смотрю на уровень, высоко больно, а он усмехнулся и говорит, а да нет, это так. В нашем районе хулиганы часто балуют, завсегда срывали фактический уровень. Вот мы его повыше и присобачили. И благодаря Богу теперь не трогают, и лампочку не трогают. Высоко потому. А что касаемо водицы, тут мельче колено было, кура могла вброд пройти. А мне как-то обидно стало. Вообще. За уровни. Я говорю, вы бы еще на трубу свой уровень прибили. А он говорит, и же этот сорвут. Мы на трубу, очень просто. Ну, говорю, черт с вами, тоните. Сторонники Зощенко объясняли и объясняют до сих пор. Зощенко в своих рассказах высмеивал, дескать, мещан и хамов. Противники Зощенко не соглашаются с этой точки зрения и говорят, позвольте, ваш Зощенко над всеми советскими людьми издевался. Пошляк, наглец, клеветник. Такую, с позволения сказать, партийную характеристику выдал Зощенко в 44-м году журнал «Большевик». Любопытно, что западная критика как бы поддерживала эту точку зрения. Нет, она не ругала Зощенко, она хвалила его. Но как смелого обличителя советского образа жизни. В рассказах Зощенко часто обижают различных людей. Наш вопрос. Каких людей обижают в рассказах Зощенко и кто обижает? Минута вам на подготовку. А кто обижает? Кто обижает? Маленьких. Маленьких, да. Почему маленьких? Те, кто проработились, выбыватели. Неждановцы, прошу, мы вас все внимательно слушаем. Не получили такого. Героями рассказов Зощенко являются маленькие люди, в общем, с их какими-то мелкими бедами. В общем, люди, которые вот сами вращают на своей вот этой мелкой жизни в своем мелком кругу. В общем-то, они терпят эти обиды от таких же людей этого маленького круга. В общем, их как бы обижает вот та же и среда. Пожалуйста, словесники дорогие, ваша точка зрения, ваш ответ. Действительно, героем рассказов Зощенко являются маленькие люди. Те люди, которые составляют большинство общества и которые в результате, собственно, делали эволюцию, вынесли все тяготы с нею связанные. И в результате всего перенесенного не получили ничего светлого в своей жизни. А обижают их те люди, которые чего-то смогли достигнуть, чего-то захватить в этой жизни. Уважаемый магистр, прошу вас прокомментировать ответы. Ну, мне кажется, что первый ответ был несколько прямым и немножко школярским. Второй ответ более сложен и пытается понять. Зощенко на несколько ином уровне. Но ведь не случайно вот в этом рассказе есть фраза «обидно за уровень». Вот это, может быть, и ключ к пониманию каких-то сторон творчества Зощенко. Мы часто оперируем словами «маленький человек». А, собственно говоря, кто этот маленький человек? Это нормальный и обыкновенный человек, который очень многим обделили. Который оказался в очень сложном мире, из которого вырвана культура, традиции. Эти все вещи очень точно и страшно, так сказать, изображены Зощенко. Он просто очень с большой болью видит и чувствует непорядок, душевный и социальный непорядок. В этой боли, которую он скрывает за юмором, иронией, грубостью некоторой. И, может быть, его очень страдающая и тонкая, так сказать, душа художника. Зощенко несколько сложнее, чем он кажется на первый взгляд. Спасибо большое, Владимир Ильич. Уважаемые судьи, напоминаю вам о том, что высший балл, высший оценок, который вы можете присудить той или иной команде, 4 очка. Так что, пожалуйста, посовещайтесь и сообщите нам, сколько очков получает та или иная команда. Большой, в общем, разницы мы не нашли качественной. Ну, одни были несколько, так сказать, чуть глубже, может быть, но, в общем, это был один уровень. Поэтому вот так нам представляется, что три. Неждановцы получают три очка и словесники. Большое вам спасибо. Мы с вами переходим ко второй части нашего конкурса. Зощенко — это, прежде всего, удивительный язык. Ученые посвящали статьи и целый трактат этому языку. Языком зощенковских персонажей шутили люди, оценивали комические ситуации, происходящие в их жизни. Зощенко к нам, конечно, ближе, но шутим мы сейчас, наверное, всё-таки не его языком, а языком других сатириков. Попробуем сыграть в одну довольно любопытную, но и сложную игру. Сыграем с вами в лото. Каждой команде дадут по три конверта. Что в этих конвертах? В каждом из конвертов слова. Вы из этих слов должны составить две фразы. Первая фраза должна быть нейтральная, литературная, а вторая — зощенковская. На это мы вам даём одну минуту. Повторяю, две фразы должны быть. Одна — нейтральная, литературная, а вторая — зощенковская. Из трёх рассказов. В первом — конверсии из рассказа «Аристократка», во втором — «Нервные люди» и в третьем — «Облака». Держи. Так, время истекло. Отвечают неждановцы. Давайте посмотрим, что у нас получилось с первым конвертом. Подходит кокетливо к блюду, берёт пирожное с кремом и ест. Да, спасибо. А у зощенко как та же ситуация? А у зощенко нам показалось, подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрёт. Так, ваши варианты, пожалуйста. Развратной походкой подходит к блюду, берёт с кремом пирожное и ест. Так, первая. А зощенковский вариант — кокетливо подходит к блюду и цоп пирожное с кремом и жрёт. Я обращаю ваше внимание, что первая команда была ближе, она дала совершенно точный, так сказать, зощенковский вариант. Работаем по второму конверту. Нейтральная фраза. Инвалид упал на пол и лежит без сознания. Да-да. Зощенковская — инвалид на пол брык и лежит, скучает. Ваш вариант. Первая фраза точно такая же — инвалид упал на пол и лежит без сознания. Вторая — инвалид брык на пол и лежит, скучает. Уважаемые судьи, эта команда сейчас оказалась точнее в расстановке слов. У зощенко инвалид брык на пол и лежит, точка, скучает. Мне кажется, третья фраза очень сложная. Прошу вас, нейтральный вариант. Они мешали трамвайной кондукторше работать. А зощенковские пассажиры затрудняли плавный ход движения государственного аппарата. Вы расслышали хорошо? Совершенно аналогичный вариант. По-моему, мы очень хорошо провели нашу вторую часть. И теперь, уважаемый магистр, мы сыграли в нашу игру. Пожалуйста, ее прокомментируйте, а потом судьи выставят оценки. Во-первых, ясно, вот когда мы это все слышали, ясно, как трудно подражать или воспроизводить таланты, неповторимые индивидуально. Во-вторых, иногда в ответах ребята использовали свою память, память буквального текста, так сказать. А хотелось бы большей попытки воспроизвести зощенко. Вот почему так трудно воспроизводить, и почему некоторые ваши фразы очень неточны. У зощенко удивительное соединение, так сказать, во-первых, канцелярита с каким-то таким языком бытовым. То есть в них какая-то языковая сниженность. Вот. Она, правда, не такая, как сегодняшняя. Она очень точно выражает уровень того времени, поэтому трудно воспроизвести. Но, тем не менее, уловили вы какую-то интонацию и структуру, так сказать. Ну вот давайте подумаем, как мы будем. Какую оценку дадим мы. Я вам не сообщил. Три очка максимум. Два очка. Два-два. Два-два? Да. Спасибо большое. А теперь послушайте небольшой отрывок из голубой книги. Первые годы после революции, когда только установилась жизнь, и по Волге стали курсировать белоснежные комфортабельные пароходы, шестеро конторщиков, в том числе и я, решили отдохнуть на Волге. Нам все советовали, надо по Волге, по Волге, по Волге, поскольку там природа, берега, вода, еда и каюта. И вот шестеро конторщиков, уставшие от грохота революции, решили освежиться. Нам достался белоснежный комфортабельный волжский пароход под названием «Товарищ Пенкин». Мы спрашиваем у публики, а кто такой Пенкин? Нам говорят, это работник водного транспорта. Она была, собственно, все равно на кум ехать. И мы поехали на Пенкине. Вот приехали в Самару, вышли своей компанией осмотреть город. Вдруг слышим... Город, у них сейчас расписание неточное, возьмёт, уйдёт ваш Пенкин, давайте вернёмся. Кое-как осмотрели город, прибегаем на причал. Нету Пенкина. Крики, вопли. Один кричит, я там в штанах документы оставил. Другой говорит, у меня багаж, деньги. Стоп, давайте сядем на встречный и вернёмся назад. Тем более, что у причала стоит белоснежный Волжский пароход под названием Гроза. Мы спрашиваем у публики плачущим голосом, а где наш Пенкин? Давно ли он ушёл? Может, он берегом можно догнать? Говорят, чего вы догонять? Его в Ашпенкины стоит. Он у них теперь, Гроза. А-а-а, обрадовались мы. На палубу, по каютам и до Саратова ни ногой. Только у капитана спрашиваем. А что такие факты? А что такая спешка? А капитан? Название пароходу было дано ошибочно. Товарищ Пенкин имеется на водном транспорте, но он оказался не на высоте положения. И в настоящее время он находится под судом за превышение власти. Нам из Москвы дали телеграмму закрасить его фамилию. А-а-а, мы теперь Гроза. А-а-а, сказали мы безразлично. По каютам и до Саратова ни ногой. В Саратове вышли недалеко. Так только до ларька. А, купили папирос, осмотрели два дома и назад. Прибегаем на причал. Угу, нету Грозы. Ну, испуг был поменьше, не так, как в Самаре. Опыт уже есть. Спрашиваем у публики, а где наша Гроза? Давно ли она ушла? Она говорит, а ваша Гроза и стоит, бывший Пенкин. Он у них с Саратова? Короленко. Мы говорим, что же они красок-то не жалеют? А, не знаю, спросите у Боцмана. А Боцман? Жара с этими названиями. Пенкин дано ошибочно, Гроза мало актуальна. Это явление природы. Оно беспринципное. Оно ничего не даёт, ни уму, ни сердцу. Капитаны дали вздрючку. Если в Астрахани сяете на другое название, вы не волнуетесь. Мы говорим, как? Что вы, Короленко? Он же выдающийся писатель. И до Астрахани доехали спокойно. Правда, обратно дёрнули суши. И дальнейшая судьба нашего парохода неизвестна. Но думаем, что название своё он носит до конца дней. Да. А поскольку, как же, Короленко, он же умер. А Пенкин был ещё жив. И в этом была его главная неудача. То есть, суть неудачи будет трудно и понять. Оказывается, иногда нам выгодно быть неживым. А с другой стороны, удача сомнительная, мы подождём. Лучше не надо. Вот так. Что, по-вашему, имел в виду Зощенко, когда написал? Нам, как будто бы, иной раз выгодно быть неживым. Один. Один. Открывается только после смерти. Неждановцы, вы первые отвечаете. Нам кажется, что автор, может быть, хотел выразить, что даже вот настолько бывает тяжело жить, что уж лучше умереть. И сам факт, что имя Короленко вряд ли будет снято, поскольку Короленко уже умер, и его под суд отдать уже вряд ли смогут. А вот Пенкин еще жив, и поэтому он теперь находится под судом, и название закрашивают, он говорит уже о многом. Иногда выгоднее не жить вообще, потому что, чтобы не лгать в этом мире, и вот в том же самом случае, отдадут под суд или нет, чтобы до конца оставаться честным человеком, для того, чтобы не находиться под властью этого мира, не подпадать. Может быть, Зощенко здесь выступает немного в роли прорицателя. Я точно не знаю, в каком году была написана голубая книга, но, может быть, Зощенко и предсказывает как бы судьбу многих потом советских писателей. Пожалуйста, словесники. Все дело в том, что мертвы плохо не отзываются. И, видимо, как раз Зощенко подтвердил и доказал, что, собственно, безопасно писать подобного типа названия людей, ушедших уже из нашего мира. Так как карамольным это никогда не будет. Да и потом, после смерти, мы узнаем все-таки больше информации о человеке. Если, то есть, он талантлив, то талантово раскрывается больше, чем во время его жизни. Потому что так устроено наш мир. Но это еще раз доказывает правоту Зощенко в этом рассказе. Спасибо большое. Уважаемый магистр, позвольте тогда вас попросить прокомментировать этот ответ. Ну, я думаю, что вот в этом поединке выиграли явно, на мой взгляд, нежданцы. Они гораздо ближе подошли к какому-то скрытому смыслу этого рассказа. Почувствовали его настроение. И в какой-то мере даже почувствовали время. Довольно страшные времена. Голубая книга писалась в 30-е годы, в середине 30-х. К 37-м ушло. И таких Пенкиных, чьи фамилии соскабливали с пароходов, так сказать, с домов, с улиц и так далее. Было очень много. И вот это острое видение, и даже трагическое видение, очень с большой силой, мне кажется, проявилось в этом прекрасном рассказе. Это один из лучших вообще рассказов Зощенко. Замечательный рассказ. Команда неждановцев, в общем, подступилась, хорошо подступилась к теме, почувствовав ее и, в общем, осмыслив. Значит, неждановцам 3 очка, а второй нашей команде зададим 2 очка. Спасибо большое. Итак, счет после первого конкурса становится 8-7 в пользу неждановцев. Но вы, дорогие словесники, не огорчайтесь, у вас еще все впереди. Да, да, хорошо, я помню. Уважаемые телезрители, словесники просят, чтобы я сообщил вам полное название команды 201-й школы. Оно звучит так. Общество любителей российской словесности. Итак, у нас в студии перерыв, а вас прошу быть внимательнее, уважаемые телезрители. После первой и второй передачи мы получили от вас довольно много писем. Мы их сейчас внимательно изучаем, но назвать победителей пока не можем, потому что должны еще задать вам 3 вопроса. Вы готовы? Приготовьтесь, пожалуйста. Прослушайте, пожалуйста, список названий. Анна на шее, Горе от ума, 20 лет спустя, Живой труп, Западня, Много шума из ничего, На дне, Облака, Скупой рыцарь, Ну и достаточно. Как вы думаете, кто автор всех этих произведений? Михаил Михайлович Зощенко. Хотя, конечно, эти названия ввели в мировую литературу другие достойные авторы, поэты. Наш первый вопрос. Как вы думаете, зачем понадобилось Зощенко свои оригинальные рассказы называть таким неоригинальным образом? Плагиатором он никогда не был. Фантазия у него была великолепная. Ждем ваших остроумных суждений по этому поводу. Привет, друзья. Пусть радость и любовь живут среди вас. Где телострад? Я здесь, Великий Герцог. Скажи, что ты нам нынче приготовил? Какие маски, танцы? Чем заполнить часы пустые, если не весельем? Вот список всех готовых развлечений. Пусть ваша светлость выберет любое. С чего начать? Что мы играем, как вы думаете? Сотденью ночь. Ну, автор, конечно, Шекспир. Позвольте вам представить нашего уважаемого магистра, Шекспироведа Дмитрия Михайловича Урнова. Благодарю вас. Сегодня ночью будет маскарад. Дам, прошу занять места. А их мы осуждаем на изгнание. Вам не совсем понятно? Хорошо, тогда объясню. От каждой команды нам нужна одна дама и один юноша. Но желательно такие дамы и такой юноша, которые бы очень хорошо знали Шекспира. Дам, прошу, на те стулья, пожалуйста, садитесь, которые возле сцены, будете чувствовать себя почти как в Шекспирском театре. Уважаемые юноши, попросим вас покинуть вообще пределы студии. За нами не подсматривать, не подслушивать. Но поверьте, ненадолго, в сопровождении его светлости. Сейчас перед вами будут сыграны четыре отрывка. В них разговаривают влюбленные. Одни не узнают друг друга, другие стараются, чтобы их не узнали. Но разве что-то может укрыться от вашего чуткого, знающего сердца. Короче, просмотрев эти отрывки, вы должны будете назвать нам четыре влюбленные пары и четыре пьесы, подчеркиваю пьесы, Шекспира, в которых эти персонажи благополучно обитают. Ясное задание? И не скажите мне, кто вы? Что я капризница, и что все мое остроумие заимствовано из ста веселых рассказов, это вам сказал сеньор. А кто он такой? Принц Шуб. Очень плоский Шуб. Единственный его талант – сочинять самые невероятные сплетни. Нравится он одним только распутникам, да и те ценят в нем не остроумие, а подлость. Я уверена, он где-то здесь крейсирует. Хотела бы я, чтобы он причалил ко мне. Если я познакомлюсь с этим господином, я непременно передам ему ваш отзыв о нем. Я заговорю с ним, притворившись дерзким лакеем, и подурачу его. Эй, охотник, слышите вы? Я слышу отлично. Что вам надо? Скажите, пожалуйста, который час? Вам следовало спросить меня, какое время дня? В лесу нет часов. Значит, в лесу нет ни одного настоящего влюбленного. Иначе ежеминутные вздохи, ежечасные стоны отмечали бы ленивый ход времени не хуже часов. А почему не быстрый ход времени? Разве не все равно, как сказать? Никоим образом, сударь. Время идет различным шагом, с различными людьми. Скажите, пожалуйста. Когда рукой недостойный грубо я сквернил святой алтарь, прости, как два смиренных пилигрима губы лап за ним смогут след греха смести. Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно к своей руке. Лишь благочестие в ней есть руки у святых. Их может верно коснуться пилигрим рукой своей. Святая, так позволь, устан моим прильнуть к твоим, не будь неумолима. Не двигаясь, святые внеблют нам. Недвижно? Дай ответ моим мольбам. Представьте, ваша светлость, что женщина, быть может, есть такая, терзается любовью к вам, а вы ей говорите «не люблю». Грудь женщины не вынесет биение такой могучей страсти, как моя. Нет, в женском сердце слишком мало места. Оно любовь не может удержать. Увы, их чувства только голод плоти. Я знаю. Что знаешь ты, мальчишка? Как сильно любят женщины. Они в любви, вернее, не меньше, чем мужчины. Дочь моего отца любила так, как будь я женщиною, я, быть может, любил бы вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Много шума из ничего. Во второй сцене, я не помню имен героев, но это было... как вам это понравится, значит, третья сцена, там действовали Елена и Деметрий, и четвертая сцена, это два веронца, Сильвия, переодетая мальчиком и сам Протей. Спасибо большое. Ваша версия? Ну, первое, это действительно были Бенедикт и Беатрича из много, из много шума, из ничего. Второе, Риталинда и Орланды из как вам это понравится. В третьем я ошиблась, а в четвертом... Вы не ошиблись, вы написали Ромео Джульетте. Ромео Джульетте. Правильно, это было Ромео Джульетте. Недаром я вам так напирал на слово «пьесы». И четвертое? И четвертое, это... У меня правильно написано. Да, у вас написано «Виола и Герцог», «12-я ночь». Уважаемые судьи, здесь стопроцентное попадание. Стало быть, Беатрича, Розалинда и Виола. Джульетту давайте мы отбросим, поскольку она героиня трагическая и присутствовала здесь в виде ловушки. А вас я попрошу, выберите, пожалуйста, ту героиню из этих трех, которая вам больше всего по сердцу, которая вам по душе, которую вы чувствуете, которая вам ближе всего. Беатрича. Беатрича, а вам? Беатрича. И вам, Беатрича. Сейчас к вам вернется, юноша из вашей команды, а вы должны будете ему объясниться в любви. Но так, чтобы он понял, чью роль играете вы и в чьей роли совершенно случайно, неожиданно оказался он. Но два непременных условия. Никаких имен собственных и никаких географических названий. Ну, скажем, лес можно сказать, а Орденский лес никак нельзя сказать. Ваша задача, чтобы ваш партнер, это будет партнер из вашей команды, быстрее всего понял, кто он в этой пьесе, которую мы сейчас играем, и назвал свое имя. Вы получите книжки шекспирских комедий. Я вам даю минуту на то, чтобы посоветоваться с вашей командой. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Я сейчас с вами могу объяснить. так время стекло изгнанника прошу от команды словесников введите вы сейчас не миша а герой одной из комедий шекспира а ваша дама не людо а героиня той же самой комедии она сейчас вам будет объясняться в любви а все что вам нужно это как можно быстрее назвать ваше имя собственное ах какое у вас кислое выражение лица меня даже мучает и сжог как всем хорошо как все вокруг прекрасно живут одна я сижу в углу и думаю ах я бедная чернушка дать дайте мне мужа но увы увы мое сердце не свободно время идет на скорость можете продолжать объясняться дальше своими словами ваш возлюблено не узнает вас так бывает в жизни ах да мои шутки порой непристойны мои колкости порой некрасивые о них говорит весь город ну что же делать мне мне все считают меня такой но я на самом деле другая что же делать мне все живут меня шпилька но как же быть даже в комедиях иногда бывают грустные сцены миша вы не переживайте потому что так сказать это все бывает вдруг первое имя которое вращается у вас на устах может быть это и есть то то самое имя который вам дал шекспир неужели то что я слышал это правда неужели это на самом деле так неужели они не обманули мне меня ах что мне делать неужели он на самом деле любит меня я услышал эту сцену в беседке ну как же как же мне быть теперь он и почему же он не догадывается ведь я так люблю его много шума из ничего имя своё называйте все имя комедия была названа спасибо большое отдыхайте пожалуйста игра жесткая в данном случае получилось введите пожалуйста второго изгнанного дело в том уважаемый саша что вы сейчас не саша один из персонажей одной из комедий шекспира ваша дама не мила а героиня той же самой комедии она сейчас будет объясняться вам в любви а все что от вас требуется назвать имя того персонажа который вы волей судеб играете в данной мезансцене если все вам ясно начинаем объяснение любви вы любите меня не так что бочей когда бы не молчали я бы сказала вам что я уже была совсем готова сказать я бы сказала вам что вас люблю я но вы молчите и наверное вы любите меня как я лишь благодарность хотя если бы клялись его и в любви мне я бы не поверила вам кто вы в данной ситуации ролик какого героя вы играете я плачу вам любовь и за любовь поскольку знаю я я слышала что любите меня я вас любить готова также только благодарность можете показать свой характер можете его сыграть у вас довольно интересный характер вы так часто надо мной смеялись что даже удивительно что я могу любить вас рождаются идеи тут же произносите нет вы кто вы кто нас я про ты нет когда мы с вами шутили выполнится еще всегда заканчивали лошадиной остротой а это может быть беатричи бенедиктия уважаемый магистр пожалуйста я представляю здесь журнал вопросы литературы вы читаете вопросы литературы вы читаете и вы читаете вот это важно если бы молодые люди больше читали журнал вопрос литературы то они скорее бы догадались из каких комедий им предлагают сыграть сцену я оценил бы оба объяснения в любви при некоторых затруднениях но согласитесь что задача очень трудная просто рассчитанная на знатоков и я предлагаю нашему ариапагу оценить это и высоко и одинаково вы сути вы решаете они больше четыре поэтому тем конечно четыре а этим три за первую и за вторую а за вторую в условиях такой трудного конкурса в общем обе команды были примерно на равной высоте но наверное примерно здесь не подходит поскольку здесь идет соревнование и идет конкретный счет и вот мы так сказать посвящавшись решили что все таки одно очко мне кажется было бы справедливо дать пользу так сказать в пользу команды неждановцев ну что ж я готов с вами согласиться спасибо вам большое а теперь вопрос ко всем уважаемые игроки во шекспирских комедиях очень очень часто устраиваются маскарады женщины как вы видели одеваются в мужскую одежду иногда персонажи ни во что вроде не переодеваются но почему-то не узнают друг друга по той или иной причине ну зачем Розалинде предположим надо было переодеться в мужское платье вроде ясно но шекспиру зачем понадобилось переодевать своих актеров так часто зачем так часто в его комедиях шекспиру нужно чтобы его герои не узнавали друг друга не вопрос не очень простой минута вам на обдумывание приоте на обед шекспир шекспир масок надо сказать горячий 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 а во вторых это позволило скрыли то что мекают молодые люди ага что искал расточен гене спектакль проходил при одинаковых декорациях при этом умокал да 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 потом это более интересный сюжет получается скажите что у нас У нас это вторичность комической ситуации. Первое главное. Во-первых, юноша же говорит о себе. Во-вторых, в этом был большой комизм. А теперь при постановке жекспируских пьес. Первая осталась. Осталась комизм в первой ситуации. Потом расскажешь, чем заключается комизм в первой ситуации. Это смешно, на самом деле, что они друг друга не узнают еще. Да, не узнают, в общем-то. Тут и язык вальшит. А мне же перец. Так, время истекло. Наверное, частное переодевание персонажей в шекспируских пьесах объясняется определенной сценической традицией того времени. То есть, такое переодевание позволяло более усложнить сюжет, сделать его более интересным, интригующим и комичным. Потом, в жизни Англии той поры вообще было очень распространено маскарадное действие. И также переодевание позволяло скрыть то, что женские роли играли молодые люди. Также в шекспирском театре практически не происходило смены декораций. И изменение костюма позволяло указать на то, что сменилась какая-то обстановка, место действия. Я еще хотела бы добавить, что трупы не отличались многочисленностью. И поэтому в роменаж шекспировского театра приходилось одному человеку играть 2-3 роли. Ну, как правило, это были эпизодическими ролями. И точно так же переодевание здесь имело большое значение. Все, спасибо большое. Мы бы тоже хотели отметить этот момент. Его уже упоминала та команда. Они сказали, что женщины играли юноши, специально обученные для этого актера. Надо отметить, что здесь был как бы двойной комизм. То есть юноша играет девушку, а эта девушка переодевается в молодого человека. Говоря уже о какой-то художественной стране, то, в общем-то, герои комедии Шекспира, ну, они все молодые. В общем, это какая-то радость молодости. И там возможны всевозможные безумства. И я бы еще сказала, что переодевание, это, если в комедии встречается переодевание, то это очень характерно, что дело либо идет к развязке, либо сейчас возможен спор перед героями с героями. В Шекспирском театре был закон, что переодетых героев не узнают. И на этом основан комизм многих ситуаций, потому что комизм основан на несоответствии. А несоответствие заключается как раз в том, в неузнавании героев. Кроме этого, существует переодевание не только женщин в мужские платья, но и просто переодевание, например, в укрощении строптивой в прологе. И для одурачивания тоже идут переодевания. И опять же переодевание героев, когда идет комедия в комедии, как с ней в летнюю ночь. Спасибо большое. Уважаемый магистр, вам слово. Оба ответа можно признать, уважаемые участники жюри, просто квалифицированными. Что же касается существа дела, то, конечно же, нам ответить на вопрос с полной уверенностью, что имел в виду Шекспир, когда заставлял своих героев переодеваться, не так-то просто. Мы можем отвечать на это только предположительно. Но прежде всего это, конечно же, традиция. Традиция, восходящая еще к античным временам. И основной смысл, который вкладывается от века к веку в идеи переодевания, это проблема видимости и сущности, того, чем нам явление кажется и чем оно на самом деле является. Это, конечно, очень такая большая тема, проблема, если угодно, философская. А у Шекспира, как вы совершенно правильно здесь заметили, это начиналось с соображений философских и кончалось просто театральными условиями его сцены, составом его труда. Действительно, количество исполнителей у него было ограничено. Один актер играл несколько ролей. Здесь правильно, опять-таки, говорилось о том, что декораций, или, точнее, занавеса не было. Не было, как такового, окружения, оформления, в нашем смысле сценического оформления. И эта роль отдавалась слову, необычайно картинному шекспировскому слову. Позвольте мне сказать, вы честно потрудились, прониклись духом шекспировской драматургии. И я, право, затрудняюсь, какой из команд отдать первенству. Там просто больше активность, больше участие с той стороны. Это во-первых. И во-вторых, все-таки вопросы правой команды были полны. Поэтому мы дадим команде неждановцев наивысшую оценку, я думаю. Но вторая команда ненадолго, ненамного отстала от нее. В правой команде 4 балла и 3 левой команды. Счет после второго конкурса стал 16-13. Уже на 3 очка впереди неждановцы. Уважаемые телезрители, здесь в перерыве у нас возникли дебаты. Дело в том, что болельщики 201-й школы, словесники, заявили официальный протест по поводу судейских оценок по второй части шекспировского конкурса. Мы собрали судейскую коллегию, она рассмотрела апелляцию и подавляющим большинством голосов протест отклонила. Счет остался прежним. Ну, а вам, уважаемые телезрители, сейчас предстоит второй вопрос. От комического до трагического иногда один шаг. Возьмите шекспировскую комедию «Много шума из ничего» и две трагедии. Отелло и Ромео Джульетта. Отыщите в этих трех произведениях похожие образы, сцены, движения сюжета, перечислите их и ответьте на вопрос. Почему «Много шума из ничего» – комедия, а Отелло и Ромео Джульетта – трагедия? Великий древнегреческий комедиограф Аристофан. Пятый и четвертый века до нашей эры. Автор не менее сорока комедий, но до нас в полном виде дошли только одиннадцать. Сейчас вы увидите отрывки из двух его комедий. Комедия «Всадники» была поставлена, когда афинами управляли демагоги. Крикливые, кичливые, корыстолюбивые вожаки народного собрания. Народ пусть судит, там я облечу тебя, а я тебя и награжу стрекороба. Ну нет, щенок, тебя он не послушает. Уж очень на народ-то полагает. Народ, о, выйди, выйди, господин народ. О, народ, как же может другой гражданин тебя жарче любить и сильнее? Ведь с тех пор, как сижу я в совете, казну я деньгами наполнил доверху. Ну а я не таков. Я подушку набил и тебе подношу ее. Сядь же. Ведь и вправду деяние твое велико, благородно, народа любило. Чудак, не слушай ты его! Нигде ты не отыщешь поклонника вернее, чем я. Ведь заговоров сколько! Один сумел я сокрушить, ничто не ускользнуло. Тревога на руку тебе, но вот на что ответь мне. Не мало кож ты шьешь, а подарил хоть стельку для теплых туфель старику. Ей-богу, нет. Ей-богу, нет. Не подарил ни стельку. Теперь его-то раскусил, а я вот туфель пару тебе купил и подношу. Носи их на здоровье. Ну не несносно лишь скажи, что так все сильны туфли. И я уж вовсе позабыт. Забыто, как недавно я блуд повывел из офиса. Без страха не иначе. Боялся, чтобы из блудников не вышли слова блуды. Но посмотри, ведь он уж старо ходит без хитона в такой мороз. А ты ему и телогрейки не дал. Народушка, согрейся. Мне кажется, теперь уж нет сомнений. Ты, гражданин отменный, снимай венок живее. Я отдам его вот этому. Снимай живее, висельник. Другой тебя возьмет, тобой украсится. Подлей меня, гнуснее и негоднее. А он, ну, 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 а он, ну, ну, а он, ну, я убеден в мой народ. Как тщательно тебе служить я стану. Что признаешься, среди разинен никого нет в ровню мне. Этой сатире почти две с половиной тысячи лет, и многое может быть непонятно для наших современных телезрителей. Во-первых, что за персонажи здесь участвуют? Кто такие? Народ какой-нибудь? Второе, самое главное, кого же в этой комедии высмеивает Аристофан? Сами посудите, ситуация достаточно странная. Со стороны, если глядя один, проходимец побеждает другого, проходимца народ вроде в восторге по этому поводу. Вообще, кто отрицательный, кто положительный, ничего не понятно. Вот мы вас и попросим. Объясните нам, пожалуйста, что за персонажи вы сейчас видели, кто это такие, и самое главное, кого высмеивает в этой комедии Аристофан? Позвольте вам представить нашего магистра, профессора Ерхо Виктора Нойвича. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ваше время из стихо. Пожалуйста, вы отвечайте. Значит, был представлен фрагмент из комедии «Всадники». Показан фрагмент спора Кожевника-Пафлагонца с Колбасником за право, скажем так, влияния на демос. Демос переводит в греческую значит «народ». Под Пафлагонцем-Кожевником Аристофан имел в виду Клеона, стратега афинского, который представлял радикальную демократию во время Пелопонесской войны и выступал за активные военные действия против Пелопонеса. Тогда как большинство граждан Афин, которые составляли земледельцы, выступали против войны по той причине, что спартанские армии разоряли земли земледельцев. В том отрывке, который был показан очень хорошо, показываются политические воззрения Аристофана, его в основном противоборство к Клеону, который, в общем-то, не был уж таким плохим стратегом. И в данном случае, по-моему, высмеивается, несомненно, и сам демос, то есть его пассивность, его безволие, его неучастие именно в делах страны. В этой сцене Аристофан хотел показать, что на смену одному, прямо говоря, прохвосту придет другой прохвост. Вот, и он этим хотел показать общий характер всей этой афинской демократии. Вот, и на этой основе Аристофана еще часто объявляли в антидемократизм. Ваше время истекло. Пожалуйста, Ваш ответ. Высмеивается в этой комедии не только от радикальной демократии, но демагоги вообще, еще высмеивается сам народ, высмеивается вот за свою пассивность, за слепоту. Ну, выбирается совершенно слепо по тому, кто предлагает ему больше материальных благ. Еще при этом Аристофан, конечно, не только, можно сказать, что он какое-то сочувствие все-таки к народу испытывает, он не только его так, прямо совсем безжалостно высмеивает. Демос представляет собой сам народ, он довольно такой наивный, простой и может ошибаться. Я еще хочу немного добавить, что высмеивало не демагогов. Дело в том, что Аристофан, ну, во всех народных бедствиях, в большинстве их, обвинял именно демагогов. А идеалом его были как раз крестьяне-земледельцы. Спасибо большое, уважаемый магистр. Аристофановская комедия – это вещь чрезвычайно своеобразная. Нам, привыкшим к комедии реалистической, где все более-менее сразу ясно, самодур, купец, несчастная, возлюбленная, ну, и целый ряд других персонажей, скажем, Островского, нам без предварительной подготовки, когда-то писал об этом даже Добролюбов, на каждый его стих нужно по тысяче комментариев. Нам трудно понять, до какой степени это своеобразное, если хотите, балаганное, цирковое искусство. И вот то, что мои молодые друзья сумели под этим балаганным искусством найти определенную идеологическую, идеологическое содержание, это я расцениваю очень высоко. Ну вот теперь что, мнение уважаемого жюри? Ну вот, значит, видите, я правильно сказал, что по Аристофану будут выше отметки, значит, мы сразу начинаем 4 на 4. На обе стороны абсолютно один. Переходим ко второй части, последней части нашего третьего конкурса. И сейчас нам с вами предстоит увлекательное довольно путешествие в подземный мир с помощью Аристофана. В программе нашей комедии о лягушке, вы ее должны знать, вспомните, пожалуйста, между какими двумя великими древнегреческими трагиками идет спор. Исхила и Еврипидц, ну это вы хорошо знаете, давайте тогда пригласим на сцену Аристофановского, конечно, Исхила, Еврипида, ну и третьего кого, как вы думаете? И бога Диониса? Совершенно верно. Сюда пришел я за поэтом. Для чего? Чтоб город был спасен и правил праздники. Пусть будет мудр и прям мой суд, а вы начните прение. Любовь народа цель моя. Заговорил я о простом, привычном и домашнем. Меня проверить всякий мог, в ошибках каждый зритель мог уличить. Но я не врал, не фанфоронил вздорно, не надувался, как индюк, не надувался граждан, кичливых кикнов, выводя мемнонов, пустозвонов. Вот о чем мы, поэты, и мысли должны, и заботиться с первой же песней, чтоб полезными быть, чтобы мудрость и честь среди граждан послушливых сеять, чтобы вровень с героями встали они, боевые заслушавшие трубы. Но свидетель мне, Зевс, не выдумывал я свинебей или Федр потаскушка. Или скажешь неправду и с жизнью вразрез рассказал я Федре несчастной. Зевс свидетель все правда, но должен скрывать эти подлые язвы художник. О прекрасном должны мы всегда говорить. Человеческим будет наш голос, пускай. Сколько зла и пороков пошло от него. Вот от этих-то мерзостей город у нас стал столицей песцов, крючкотворов, лгунов, лицемерных мартышев, бесстыдных шутов, что морочат, калечат, дурачат народ. Готово уж решение. Кого душа избрала, я того возьму. В начале нашей передачи я вас предупреждал, что она посвящена юмору, жизнь наизнанку, мир наоборот. Игрок может стать судьей, судья игроком. Поэтому, уважаемые судьи, не в защите, если мы сейчас попросим двоих из вас пересесть за игровые столы, а на ваше место сядут игроки от одной и от другой команды, тоже два человека. Вы будете отвечать на вопрос, они потом будут, ну, юмористическая передача, естественно, комментировать ваши ответы. Оставим нашу гостеприимную древнюю Грецию, перенесемся в нашу современность и возьмем две точки зрения. Первая точка зрения. Должен скрывать подлый язвый художник, о прекрасном должны мы всегда говорить, эту точку зрения у Аристофана представляет Исхил. И вторая установка, еврипидовская, доступна изображать жизнь, ну, такой, какой она есть. Граждане судьи, кто из вас готов защищать точку зрения, высказанную Исхилом, и кто точку зрения, высказанную Еврипидом? Применительно, повторяю, к нашей социально-культурной ситуации. Я готов обосновать точку зрения, которую у Аристофана высказывает Исхил. А кто у нас будет Исхилом? Я готов защищать Исхилом. Магистра, прошу поменяться местами с профессором Основиным. Уважаемый профессор Урунов и главный редактор вопроса и литературы, прошу вас за этот стол. Уважаемые профессора и игроки, мы вам даем минуту посоветоваться с вашей командой. А почему же нам команды... Искусство, я же так бы сказала. Он продал чистое искусство, разве это можно? Что вообще обязательно должно быть со советского народа здесь? Нет, с общества обязательно чистое искусство, высокое искусство. Да, да. Очень высокое искусство. Это несколько разных... Майков, Тючев, Фетов, это... Искусство для искусства, в зависимости от того, как у меня. Этот термин был возник, его оболграли, его не надо применить, а высокое искусство. Ну, а вы отвечать-то будете, да? Мы ничем туда волнуемся. Именно поэтому он заговорил языком про доступную народу, чтобы народ его понимал, и говорил о самих людях, чтобы их исправлять, потому что ему... Он же тоже считает, что людей нужно учить, но при этом он считает, что их нужно учить на их собственном, наверное, примере, или не совсем собственном, но близком, и поэтому он это все, значит, забрал. Слово для защиты точки зрения Исхила предоставляется игроку-профессору Основин. Мне хочется отметить прежде всего то, что человечество, развиваясь, стремилось к каким-то очень ярким, я бы сказал, применил современный термин, термин символом, или по-старому мифом, сказанием, легендам, где в концентрированной форме выражались те или иные свойства людей в целом. Люди стремились ответить, что есть человек, что есть добро, что есть любовь, ненависть и так далее. И вот были созданы очень яркие, ну, будем говорить, по-нашему, художественные образы, которые в концентрированном виде все это выражали. Когда мы встретились вот и в этой сцене, по сути дела, с первым дошедшим до нас трактате, изложенном в форме спора, диалога, это далеко не случайно. Мысль о том, чему должно служить искусство в целом, как, видимо, волновало, и очень давно волновало, наших далеких предшествий. Они стремились к тому, чтобы высокое искусство было, как говорил Пушкин, прекрасное, должно быть, величаво. И этот тезис, эту формулу мы можем распространить на все произведения вплоть до нашего времени. надо сказать, что мои молодые друзья все мне объяснили относительно Эсхила и Вепита о преимуществе изображения людей таковыми, какие они есть с точки зрения античного. Но и мне оставалось бы повторить то, что они мне прекрасно объяснили. Но ведь мы договорились перенести этот спор в современности, в наши дни. В современном искусстве и в современной литературе лечь идет лишь о характере изображения, то есть о силе и выразительности, с какой изображает жизнь художника. Один из писателей XX века говорил «Чем ниже предмет, тем выше должно быть искусство». Иными словами, идеальность любому предмету, низкому или высокому, придает искусство. Таким образом, спор между Эсхилом и Вепита с точки зрения современной просто не имеет смысла. Он переведен в другую плоскость. Уважаемые магистры, вы сейчас выступаете как магистры. Слово предоставляется первому уважаемому магистру. Эта проблема о назначении поэзии такая очень глобальная и в принципе ее сейчас решать мы ее не сможем конечно сейчас решить, потому что... Вы должны оценивать их имя, рассказывать. Да, я поняла. Можно призывать даже на помощь Пушкина и еще много кого, но для того, чтобы ее решить у нас этого просто сейчас не получится. В общем, как я поняла, то профессор Урнов сказал, что такой проблемы сейчас вообще не существует и в принципе он рассматривал даже не позицию Эврипида, а позицию вообще возможен ли сейчас такой спор. Получается, что через мнение Эврипида он приходит ко мнению Эсхила, то есть показывая язву общества и возвышая их до уровня искусства, используя методы Эврипида он приходит к тому, чего добивается Эсхил. А вот профессор Росновин по-моему сделал очень длинное вступление, но самой проблемы очень мало затронул. Не было доводов почти доказывающих с его точку зрения, то есть мнение Эсхил. По-моему, профессор Роснов по-моему отталкивает от точки зрения Эврипида. Он пытался примирить ту теорию, которую он защищал, с теорией Эсхила. И, по-моему, не совсем правильно было сказать, что этой проблемы практически не существует с XVIII века. Достаточно вспомнить западников и славянофилов, которых тоже очень интересовала эта проблема. Профессор Росновин, он, по-моему, намного меньше отошел от именно точки от теории Эсхила. И защищал ее вполне достойно. Уважаемый магистр, вы все сказали? Да. Все, спасибо вам большое. Прошу вас занять прежние места. Карнавальный вариант закончился. Школьник становится и становится школьником. Магистры становятся уважаемыми магистрами, а еще и игроками. Уважаемый профессор Ярхо, теперь ваша часть задания очень ответственная. Вы должны оценить качество двух наших судей-комментаторов. Но вот если бы мы внимательнее с вами сейчас изучали знаменитых лягушек, то мы бы заметили, что тем эстетические способы, которыми Эсхилл старается обосновать свою правоту, в общем в достаточной степени архаичны. Если вы помните, там есть такие моменты, когда Эврипид на каждом слове ловит Эсхила в том, что он без конца повторяется, что он очень велеречив, что он очень громогласен, что он очень напыщен, и Аристофан, как дитя своего времени, этого не мог не понимать. Вся трудность в том, что идеальный автор, идеальный поэт, нужен был Аристофану именно для той отнюдь неидеальной действительности, которая складывалась в Афинах к концу Пелопонезской войны. И поэтому решение вопроса Аристофан и в этом случае, и во всадниках всегда искал в области утопии карнавала перевернутого мира. И вот в этом перевернутом мире складываются такие позиции, когда аргументы одного, вот Свет правильно сказал, аргументы одного могут быть использованы очень удачно и удобно другим. То есть тут такая диалектика, и вот мне кажется, что ребята эту диалектику своим, простите, младенческим умом поняли, они внимательно прочитали, они сделали свои выводы. Уважаемые судьи, игра есть игра, нам нужны оценки. Максимальная 4, а дальше вы знаете, 3, 2, 1, я бы дал обоим по 4, в порядке даже и стимулирование дальнейшего умственного развития. По-прежнему впереди неждановцы. Итак, после трех конкурсов счет становится 24-21. Уважаемые телеучастники, в нашей сегодняшней игре все наоборот, поэтому предлагаю вам поменяться со мной местами и придумать оригинальный, интересный литературный вопрос по программе наших трех первых передач. Напоминаю вам авторов Эсхил, Софокл, Аристофан, Шекспир, Достоевский и Платонов, Цветаева, Зощенко. Стал быть, оригинальный вопрос по одному из перечисленных авторов. У нас еще игра на этом не закончена. Если вы смотрели нашу первую и вторую передачи, вы, наверное, обратили внимание, что там в конце присуждались индивидуальные призы. Будет три индивидуальных приза и один приз групповой. За каждый приз очко. Первый приз решила присудить съемочная группа передачи образа. Приз присуждается, читаю, Людмиле Наркутовской за артистизм и беззаветное стремление помочь товарищу. Собственно, литературного творчества как такового, там, стихов или еще что-то такого здесь не прозвучало, к сожалению, но любовь есть то же творчество. Поздравляю. Во время последнего конкурса в команде как участник оказался один человек, оригинальное смышление которого я бы хотел отметить и этот человек Дмитрий Михайлович Урнов. Большей активностью отличалась команда неждановцев. Поэтому я с удовольствием хочу от имени моих коллег-журналистов АПН поделиться нашим профессиональным инструментарием авторучки с золотым пером. Мы давно ждали этого момента. Окончательный счет 25-23. Давайте же поздравим наших победителей команду 36-й школы неждановцев. Они выиграли эту встречу и выходят во второй тур литературной игры образ. Победителям вручается приз книга Станислава Зелинского известного польского юмориста. Да нет, вы хорошо играли, дорогие словесники. Вы хорошая команда. Но давайте так скажем. Неждановцы в этой встрече были более удачливы, чем вы. Игра есть игра и победа в данном случае досталась неждановцам. Еще раз примите мои поздравления, дорогие неждановцы. А для вас, уважаемые телезрители, мы повторяем вопросы. Анна на шее, горе от ума, 20 лет спустя, на дне, много шума из ничего. Это рассказы Зощина. Почему писатель назвал свои оригинальные рассказы таким неоригинальным образом? Много шума из ничего Ромео и Джульетта от Элла. Некоторые сюжетные линии, сцены и образы в этих пьесах Шекспира имеют отдаленное сходство. Но почему первая из них комедия, а две других трагедии? Придумайте один оригинальный литературный вопрос по трем передачам первого тура. Напоминаем авторов Исхил, Сафокл, Аристофан, Шекспир, Достоевский, Платонов, Цветаева, Зощенко. Ждем ваших ответов на три наших последних вопроса. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ